Очень много издевательств на тему этого видеообращения Путина, я даже не буду его там искать, ставить, потому что вы знаете, что его откладывали много раз, переписывали много раз, потому что людей абсолютно не зацепила тема этих референдумов, которые якобы он собирается произвести, потому что даже в России понимают их абсурдность проводить референдум электронным голосованием. Электронным голосованием на Донбассе, где у людей кнопочные телефоны, и там половина не работает интернета вообще нигде. И путем хождения по квартирам, это вот я официально рассказываю, как будет проходить референдум, хождение по квартирам, потому что не могут делать участки, туда украинские ракеты будут лететь на участки, по квартирам будут ходить с урной вместе с ментами. Из ЛНР-ДНР. Вы представляете, вот к вам в квартиру стучится человек, стоят два автоматчика, говорят, ну как ты проголосуешь? И автоматчики такие, чик-чик. Ну вот такой референдум. Вот. И все прекрасно понимают, что закона никакого нет по референдуму. То есть ты, ну как любое событие, референдум, пожалуйста, волеизъявление, это, наверное, важно. Но должен быть закон, по которому он проводится. Законодательство. Законодательство отсутствует, потому что это территория Украины. И в Украине нету закона о местном референдуме. И это не общенациональный референдум, это вообще не референдум по закону Украины. Ну и не референдум по закону России, потому что Россия все еще там просто оккупант. Законы России туда не распространяются. То есть это просто вот, ну как бы, вот я решил, а давайте-ка я проведу референдум на Брайтон-Бич. На тему, значит, отделения от США. И пошел сурный и собрал у бабушек, и кто там живет, значит, галочки. Все. И сказал, мы отделились от США. Ну вот на таком уровне. И это даже россияне, даже при всей их безграмотности юридической, при всей их такой, вот этой тоже, или ура патриотизме, или, ну вот, как бы подверженности пропаганде, даже они как-то затылком чувствуют, что с этими референдумами полная херня. Ну хотя бы захватите целую область, чтобы это было, ну как бы вот такая область присоединяется к России. Как вы можете наполовину область, из которой выехало население, и все знают, что там выехало население, какой референдум можно проводить в Мариуполе, который разрушен на 97 процентов? Ну вот какой референдум можно проводить в Мариуполе? Я вам сейчас, ну как бы покажу просто, ну что это такое сейчас. Да? То есть был вот такой город Мариуполь, вот он, это при Украине, да? Вот он город Мариуполь. Замечательно, замечательно. Вот. Да, ну а сейчас, если посмотреть сейчас, где-то он у меня тут был. А сейчас вот. Вот могилы, да? Это те, кто уже не проголосует на референдумах, потому что Путин их убил в основном, да? А еще, сейчас если найду, как просто город сам выглядит сейчас. Да, ну вот, вот, вот так выглядит город, это Мариуполь. Ну красота, там надо референдум проводить, да? Очень честный будет референдум, вот выглядит как Мариуполь с птичьего полета. Да, и вот они хотят там, вот на таком вот, в таком замечательном городе, значит, проводить референдум. И так выглядят практически все города, которые они брали, да? Вот так выглядят деревни, города и так далее. Ну, о чем речь? И даже в России понимаем, что, ну, как бы с этими референдумами будет какая-то лабуда. Поэтому срочно пришлось переписывать и придумать новый повод. Называется, вот это, мобилизация. Мобилизация, и повторяю, идет хапун уже, просто идет хапун. Все переполнены чаты хапуном, да? На улицах, в подъездах, в магазинах, по квартирам ходят. И, значит, людей, которые не хотят воевать, которые не умеют воевать и не должны воевать, их отправляют теперь умирать. Вот, вот, как бы крутой план Путина. Крутой план. То есть, не то, что, там, я хочу добровольцам записаться. Нет. Людей ловят. Просто ловят. Да. Без удивлений. Значит, 95% считают, что вот эта вся история с путинским обращением, референдумами и мобилизацией, это признание поражения. 95%. И только 5% верят, что это знак победы. Вот. 95%. Ну, что тут скажешь? 95%. Не, не, там, не 50 на 50, не 60 на 40, не 70 на 30. 95% видят в этом поражение России. Думаю, что и, ну, и россияне тоже, несмотря, повторяю, но промутые мозги, несмотря на всю эту, как бы, ложь, которую им пытаются втюхнуть, они понимают прекрасно ситуацию. Путин объявил о поражении, хочет это поражение повесить на срочников. Срочников, залить кровью срочников страну. Уничтожить молодое поколение. Да. Да. ЗЭКИ воевать не хотят. Не хотят. Значит, будут воевать вот эти самые пацаны молодые. Все это проходили в Чечне. Помните, сколько полегло в Чечне? Тут масштабы в разы больше. В разы больше. Потому что Чечня была 2,5 миллиона человек. Было две войны. И огромное количество поражений. Пока кровью там все не залили, не поставили Кадырова, которому фактически отдали Чечню на откуп. Это отдельное государство в России. Там никто не подчиняется российским властям вообще, от слова совсем. Там чистой воды, удельное феодальное княжество. То есть, так подчинить Чечню Россия не смогла. То тут, извините, 40 с копейками миллионная страна, с очень мотивированным населением, злым, ну это немножко другое будет. Это будет не то что немножко другое, это совсем другой расклад, совсем другой калинкор. А вот, как вы сами говорите, депутаты воевать не хотят. Вот выступление одного из депутатов государственной этой думы, да. Так, сейчас подождите, как его мне найти, только это выступление. Да, вот, наверное. Иной раз кажется, что, наверное, в чем-то уйти от решения вот здесь проблем и написать заявление, уйти на фронт, это, наверное, самое легкое решение. Но за нами, за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые живут, казалось бы, обычной мирной жизнью. Мы посмотрим, как будто бы и две реальности. Одна фронтовая, одна мирная. Праздники, фейерверки над каждым городом. Праздники, фейерверки у них над каждым городом. Но записаться, это было бы самое простое. Лучше запишем молодежь. Лучше сдохнет эта несчастная молодежь. Нахрен она нужна. Нарожают еще. Вот. А я, депутат, это было бы самое простое записаться в армию. То же самое, кстати, сынок Пескова в прямом эфире, значит, ему позвонили, пранк от имени военкомата, якобы, сказали, явиться завтра на сборы. Ты военнообязанный. Ты по закону обязан. Вот по этим новым драконовским законам ты не имеешь права ни отказаться, ничего. Да? И сынок Пескова их послал нахрен. Воевать не буду. На сборы никакие не пойду. А с папой решу вопрос. Ну, так, коротко вам докладываю. То есть, сынки, сынок Медведева, сынок Пескова, да, зять Шойгу, вся вот эта, как бы, элита, золотая молодежь, они, конечно, откосят. Их родаки прикроют. А вот просто обычные ребята, да, их сожгут. Естественно, естественно, это не могло остаться без реакции. Хотя российское общество тоже, как и белорусское, запугано, заломано. Огромное количество активистов уехали, вы знаете. Гигантские волны миграции, как из Беларуси, так и из России. Тем не менее, люди все равно вышли. Фактически во всех основных крупных городах были протесты. Это очень серьезный знак. Там были разные по массовости. Это при тех вот драконовских, повторяю, законах. До 15 лет за это. До 15 лет, как и у нас, кстати говоря. И там, и тут, это у нас концлагерь. Тут уж не знаю, чей режим концлагерный жестче. Белорусский или российский. Примерно одинаково. Но люди вышли. И, естественно, милиция, которая сама на фронт не хочет. Это полиция или как она, да, полиция в России. Которые сами, мордовороты эти, против украинской армии не торопятся бежать, записываться. Они стали этих молодых людей просто абсолютно избивать, прессовать, закидывать там просто эти изоляторы. Уже там по тысячу человек арестованы, да. Сейчас я покажу, покажу, как это вот происходит. В принципе, для нас это в общем и целом. Сейчас знакомая история. То есть ничего для белорусов здесь нового нет. Ну, видите, да? Ну, для нас это, мы это проходили в двадцатом году. Вот. Но люди все равно вышли. Им Носква, Арбат был полон. И Питер полон. И Екатеринбург. И уже там заведены десятки уголовных дел. На всех этих манифестантов. И уже начались тотальные аресты. Ну, то есть, вот эти менты сами не хотят ехать на войну. Они избивают людей, которые ни сном, ни духом. Как это? Ну, как это? Вот. Давайте почитаем ваше мнение. Вот интересно ваше мнение. Говорят, чтобы дополнить убитых, солдат нужно 150 тысяч. А они объявляют 300. Это говорит о том, что русские уже следующих 150 тысяч в уме отняли. Ну, это я понимаю. Это Арестович рассказывал эту математику. Я, в принципе, с ней согласен. Согласен. Потому что, если ты набираешь, ты набираешь обычно, ну, как бы два состава. Один, который ты уже потерял. И один тылы, да, так называемый резерв. То есть, основную часть и резерв. Вот разделите на два, получается по 150 тысяч. Это то, что они получали. Так, Викполитик. Те, кто хотела срочные службы, сохранят свою жизнь и сейчас. А кто честно отдавал свой долг, будут снова погибать. Высшая справедливость по-русски. Абсолютно. Повторяю. Причем, это абсолютная кровавая рулетка. То есть, ты отправляешься на эту войну, не понимая, естественно, зачем. Ну, там, типа удовлетворить амбиции Путина. Ну, окей. Но это рулетка. То есть, тебе может прилететь в любой момент. Ты можешь умереть, погибнуть. Вся твоя жизнь, на которую ты там планы строил, рассчитывал, все летит тартарары. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok